Ну и в завершение история, за которой с тревогой и надеждой мы следим уже несколько месяцев. Это история самоотверженной борьбы за жизнь. Александра Соколова, солистка группы Атлантида, лечится в Петербурге от тяжёлого онкологического заболевания, продолжает давать концерты и верит в лучшее. Виталий Лукашов и все мы тоже верим. Этот видеоклип Александра Соколова сняла за два дня до того, как в израильской больнице ей сказали, рак, четвёртая стадия, жить осталось две недели. Привет, сэр. Здравствуйте. Как дела? Более-менее. Приём у врача спустя год в военно-медицинской академии. Мы не будем лукавить, самочувствие не блестящее, но лечение, пусть инновационное, но тяжёлое, и непреодолимая жажда жизни дают удивительные результаты. Особенность характера, она боевой такой, склад у неё есть. И если человек борется, то и результат будет другой. Доброе, волшебное, явившиеся... Гастрольный график проекта «Атлантида» мог бы быть расписан по часам, но приходится подстраиваться под самочувствие лидера группы. У нас был концерт в очень сильно тяжёлый период. Для меня, то есть вообще тогда практически не ходила, по-моему, как бы на инвалидной коляске, что ли, даже передвигалась. Однако раз, там, как-то пошло, поехало и оказалось... Причём чувства были такие, как будто бы я и не валяла. А так слегка что-то просто запыхиваюсь, потом так раскачалась. То есть любимое дело, конечно, даёт большое количество сил. Музыку «Атлантида Проджект» принято относить к альтернативной. Смесь фоука, рока, чего-то ещё, замысловатые тексты, но очень приятно на слух. Мне нравится думать обо всём вместе. О гармонии, о мелодике песни, именно о звучании слова. И немножко о смысле. На кафедре военно-полевой терапии военно-медицинской академии совместно с институтами РАН и Росатома запущенными формами рака занимается четверть века. Биотерапия, когда взлокачественную опухоль доставляет убивающий её и безопасный для человека вирус, синтезирует белки теплового шока вкупе с ядерной химиотерапией и другими традиционными методами. Напрасных надежд здесь не дарят. Лечение подходит далеко не всем и применяется только на последней стадии. Но результат есть. У Александры уже распались две самые большие опухоли. Сейчас есть дополнительные стратегии комбинированного применения различных средств. Это позволяет повысить эффективность до 50%. Прогнозов сейчас, даже после успешных результатов, никто не даёт. Впрочем, при таком раке и это достижение, вспоминаем израильских врачей. И желаем Александре здоровья и терпения, равно как и всем всем остальным, столкнувшимся с тяжёлым недугом. Виталий Лукашёв, Сергей Ищенко, Александр Фёдоров и Галина Орлова. Вести. Петербург.